Сериальное лето становится всё горячее. Вслед за третьим сезоном «Пацанов», возвращением в мир «Дикого Запада» и финальными сериями четвёртого сезона «Очень странных дел» мы с вами переходим к финалу приквела «Во все тяжкие» и старту новой экранизации Resident Evil. И это как минимум. А ещё обратим внимание, что с нашим промокодом, который мы оставили под роликом, вы сможете целый месяц совершенно бесплатно пользоваться сервисом VK-музыка. Он хорош тем, что треки можно слушать в оффлэйне, есть музыкальные миксы на основе ваших предпочтений и под любое настроение, а библиотека регулярно пополняется новинками. Вы смотрите GSTV, у микрофона Павел Сергазиев, и в ближайшие минуты мы с вами будем разбирать самые интересные сериальные новинки июля. «Чёрная птица» Начнём с того, что с 8 июля на Apple TV Plus выходит свежий криминальный сериал с известным по «Кингсману» Терреном Эджертоном в главной роли. Он играет спортсмена и сына полицейского Джеймса Кина, который попадает в тюрьму и приговаривается к десяти годам заключения за торговлю наркотиками. Ему предлагают выбор – остаться там, где он есть, и отбыть свой полный срок без возможности условно-досрочного освобождения, или перейти в тюрьму строгого режима для душевнобольных преступников и подружиться с подозреваемым серийным убийцей Ларри Холлом. Кин неохотно соглашается на необычное дело. Ему нужно раскрыть правду об убийствах, добиться признания и выяснить, где захоронены тела нескольких молодых девушек до того, как Холла освободят после апелляции. Но говорит ли этот подозреваемый убийца правду? Или это просто очередной рассказ серийного лжеца? Сериал основан на автобиографическом романе Джеймса Кина и Хилеля Левина «В кругу дьявола», «Падший герой», «Серийный убийца» и «Опасная девушка», «Лучше звоните соло», шестой сезон. Финальный сезон «Лучше звоните соло» стартовал 18 апреля, но в конце мая взял небольшую паузу. Последние шесть эпизодов нам будут показывать с 11 июля по 15 августа, и они определённо принесут незабываемые эмоции. Спин-офф и приквел «Во все тяжкие» за семь лет смог обрести культовый статус, а местами и превзойти оригинальное произведение. В шестом сезоне авторы сохранили стиль и продолжили неспешно раскрывать важные сюжетные линии. Напряжение растёт в геометрической прогрессии, Начо убегает от преследователей, Густаво строит козни семейства Саламанка, а Сол наносит последние репутационные удары по ХХМ. Как и в случае с финалом «Во все тяжкие», на кону оказывается жизнь большинства героев. Но ещё интересно, что чем ближе по хронологии «Лучше звоните соло» подбирается к событиям «Во все тяжкие», тем больше отсылок можно заметить на экране — от надувной статуи свободы семейки Кэттлмэнов, которую Гудман перевезёт к своему офису, до костюмов в гардеробе главного героя. И как итог, в последних сериях ждём появления Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана собственной персоной. После первого сезона Туку и Берти запросто могли закрыть. Точнее, продюсер и сценаристка Лиза Ханнауалд по факту объявляла о завершении сериала, но аудитория убедила Netflix, что этот проект стоит того, чтобы продолжить с ним работать. Речь тут идёт о жизни двух подруг — антропоморфных птиц Тукана Туки и певчего дрозда Берти. Мультфильм не боится сложных тем, присутствует алкогольная зависимость, насилие, страх близости и много чего ещё, но говорит о них, сохраняя надежду и оптимизм. Главных героинь волнуют те же вопросы, что и людей в возрасте около 30 лет. Огромная доля внимания здесь уделяется карьере и достижениям, и тому, что чёткого линейного пути к успеху не существует. Берти, например, близка к карьерным удачам в традиционном понимании, у неё всё отлично получается на работе. Но всё не так просто — она боится попросить заслуженное повышение, боится собственного успеха, а ещё ей было бы интересно заняться совсем другим делом, стать кондитером, но страшно менять привычный уклад вещей. Тука, наоборот, боится обязательств, плывёт по течению, не имеет постоянной работы и берёт деньги у собственной тёти, хотя явно могла бы добиться большего, тем более ей не занимать уверенности в себе. В общем, если хотите мультипликацию для взрослых, это весьма неплохой вариант. Обратная сторона Земли, третий сезон Это у нас тоже мультсериал и тоже разжившийся третьим сезоном. Но уже про инопланетян с планеты Шлорб, потерпевших крушение на Земле, которую они в итоге собираются терраформировать, дабы на ней могли нормально жить, плодиться и размножаться их соотечественники, планету которых ввергла в апокалипсис упавшая на неё комета. Парочка пришельцев с парочкой своих репликантов и возревающим, ждущим своего часа суперсуществом терраформером вселяются в дом под видом семейства обычных землян и начинают жить вполне человеческой, как по ним, жизнью, постигая азы местных нравов, традиций, обрядов и прочих особенностей социализации буквально на ходу. Порой они вляпываются в очень забавные и курьёзные ситуёвины, но каждый раз с честью из них выходят. Для сервиса Hulu это, заметим, очень важный проект — «Обратная сторона земли» стала там не только самым популярным мультсериалом для взрослых, но и вообще самой просматриваемой новинкой. Чем мы заняты в тени? Четвёртый сезон Ситком по мотивам уморительной комедии Тайки Вайтити и Джемейна Клемента постепенно к третьему сезону набрал популярность. Боссы Hulu даже настолько были уверены в успехе, что заранее продлили сериал на четвёртый сезон, поскольку и правда задрали высокую планку за счёт фирменного абсурдного юмора, звёздных камео и развития драматических линий персонажей. Исходные данные всё те же — компания друзей вампиров снимается в документалке об их странной жизни на окраине Нью-Йорка. Как и в стандартных ситкомах, каждая серия здесь — самостоятельная забавная история избыта персонажей. Но постепенно сюжетные арки героев развиваются. После второго сезона главная интрига разворачивается вокруг фамильяра Гильермо, который покорно подчиняется своему повелителю Нандоро, но в то же время носит в себе гены охотника на вампиров. Его талант по истреблению нечисти становится всё более очевидным для сожителей, что в корне меняет их жизнь. Чем порадуют новые эпизоды, узнаем с 14 июля. Насладиться вечерком просмотром сериала всегда приятно, но ещё приятнее — совместить это дело с чем-нибудь вкусным. Выходить из дома не обязательно — Сбермаркет вам всё доставит, а по нашему промокоду вы получите скидку в 400 рублей при первом заказе от полутора тысяч. Акция доступна по всей России. Доступность сервиса в вашем городе проверяйте в мобильном приложении. Промокод и ссылка — в описании под роликом. Обитель зла А это у нас ещё одна экранизация культовой игровой франшизы Resident Evil, на этот раз от Netflix. Сразу пристегнитесь — культового блондина Альберта Вескара внезапно играет темнокожий Лэнс Рэдзик. Действие разворачивается после событий Resident Evil Village — по сюжету ожидаются две временные линии. Прошлое с Раккун-Сити и будущее с Нью-Раккун-Сити, а главными героями вообще стали дочери Вескара. Во второй временной линии можно будет увидеть Землю через 15 лет. На планете обитают меньше 15 миллионов человек и огромное количество страшных монстров. Эти монстры — бывшие люди и животные, которые были заражены тем самым Т-вирусом. Монстров намного больше, чем оставшихся людей — более 6 миллиардов. Одна из сестер — Джейд, которой уже 30, выживает в новом мире всеми возможными способами, а прошлое её так и не отпускает. К сериалу очень много вопросов — выглядит он как очередная традиционная экранизация Netflix. Шоураннером и сценаристом выступил Эндрю Дебб, ранее он работал над сверхъестественным. Насколько это всё будет смотрибельно, предсказать пока совершенно невозможно. Американские истории ужасов. Второй сезон По изначальным планам американская история ужасов должна была завершиться на десятом сезоне, но руководству телеканала FX вся эта антология настолько нравится, что режиссёру Райану Мёрфи был предложен новый контракт на ещё три сезона. Впрочем, одиннадцатый стартует только осенью, а в этом месяце, 22-го числа, состоится премьера второго сезона спин-оффа «Американские истории ужасов». Основной историей станет сюжет о переехавшей в новое жилище семье главной героини — молодой девице, которая обнаруживает в одном из шкафов одинокий латексный БДСМовский костюм, который её тут же заставляет напялить на себя какое-то наваждение, не поддающееся описанию. Какую роль этот костюмчик сыграет в сюжете, ещё предстоит узнать. «Харли Квинн» — третий сезон. После двухлетнего перерыва взрослый мультсериал про эмансипацию «Харли Квинн» возвращается. Летом 2020 года всё закончилось тем, что «Харли» перестала хоть как-то зависеть от Джокера и начала встречаться с ядовитым плющом. Что будет дальше, узнаем с 28 июля. Кстати, первый эпизод сервис HBO Max опубликовал в свободном доступе на Ютубе ещё в конце июня. Там «Джокер» предаёт «Харли Квинн», которая попадает в лечебницу в Аркхем. Несмотря на это, девушка всё ещё любит злодея, которые везде ей мерещатся. Позже она встречает Памелу Айсли, известную как ядовитый плющ, которая раскрывает ей глаза на поступки Джокера. Премьера «Харли Квинн» изначально, напомним, состоялась в 2019 году в сервисе DC Universe. Позже шоу перебралось в HBO Max. Мультсериал выделяется наличием взрослых тем и жестокости, из-за чего детям его смотреть не рекомендуют. Критики и простые зрители тепло встретили новинку. На «Гнилых помидорах», к примеру, рейтинг у прессы составил 94%, а у пользователей — 88%. Газетчицы На стрим-сервисе от Amazon 29 июля выходит необычная экранизация комиксов Брайана К. Вогана, автора графических романов «Y. Последний мужчина» и «Сага». История развивается в 1988 году. В фокусе внимания оказываются четыре девочки-подростка, которые работают разнощицами газет. После Хэллоуина подруги необъяснимым образом переносятся в будущее, в 2019 год, где встречают взрослые версии самих себя. Теперь героиням необходимо найти способ вернуться обратно и заодно разрешить конфликт между враждующими путешественниками во времени. В общем, происходят какие-то очень странные дела. «Город на холме», третий сезон полицейской драмы «Город на холме» с Кевином Бэйконом и Элдисом Ходжем в главных ролях. В продолжение входит восемь эпизодов. События разворачиваются в Бостоне начала 90-х, где процветает покрываемая местными властями преступность. Бороться с продажностью и расизмом пытается темнокожий окружной прокурор из Бруклина, для чего заключает рискованный союз с продажным, но всеми уважаемым ветеранам ФБР. Во втором сезоне напарникам пришлось разбираться с процветающим в городе наркобизнесом. Шоураннером остаётся Том Фонтана, а создатель сериала Чак Маклин сохраняет за собой обязанности исполнительного продюсера. В команде исполнительных продюсеров также значатся небезызвестные Бен Аффлек и Мэтт Дэймон. Именно таким у нас получается сериальный июль. Пишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайки. А если желаете нас поддержать финансово, будем благодарны за подписку на Бусти. А на этом пока всё. Смотрите хорошие сериалы и до новых встреч на GSTV.